На минуту 2, минуту 3, выходи. Здравствуйте, проходи. У нас сейчас 20 минут. Здесь предлагаем начать работу нашего совета. Прежде чем мы будем делать работу, я бы хотел официально, так скажем, вручить удостоверение. Как вы знаете, у нас создана молодежная палата в совете депутатов. Вот, собственно, не всем, она у нас состоит из 20 человек, вручиться, так скажем, руководителем этой палаты. Значит, председатель молодежной палаты Гусев Иван Викторович. Заместитель председателя Коноплёв Андрей Дмитриевич. Секретарь молодежной палаты Борзова Иванова Сергеева. Председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, безопасности населения и связи со следствием массовой информации Креселев Кирилл Олегович. Председатель Постоянной комиссии по социальной политике, образованию, культуре, здравоохранению и спорту. Силаев Сергей Алексеевич. И председатель Постоянной комиссии по бюджету и развитию городского округа. Водников Арсём Владимирович. Как сказать, это наша надежда и опора завтрашний день городского округа. Да, и сегодняшний уже день. Да, на самом деле, с молодежной палаты, я позвоню тебе там на три минуты отвлечения, у нас, в общем-то, предстоит плотная работа. Мы с ними договаривались, что некоторые проекты наших постановлений, они будут также рассматривать на своих комиссиях и, ну, собственно, давать свои заключения. Мы, конечно же, будем смотреть, рассматривать, прислушиваться, потому что это, ну, 20% населения нашего городского округа. Также мы запланировали с молодежной палатой посещение государственной думы и законодательного собрания, поэтому, в общем-то, я думаю, что они через некоторое время будут профессионалы не хуже, чем мы с вами. Так, коллеги, значит, у вас перед глазами повестка дня, какие будут предложения по повестке дня? Значит, у меня есть предложение, первое предложение, есть вопрос, значит, сейчас надо положить, пятый, о положении, о порядке формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнение заказа в город Викса, есть предложение этот вопрос снять с обсуждения по следующим причинам. Есть заключение нашего юриста, есть заключение прокуратуры к этому положению. То есть там, не то что оно отрицательное, еще какое-то, там есть определенные дополнения. По согласованию, соответственно, лицом у вас администрации Селены Ивановны с Димой этот вопрос просим до работы, рассмотреть также на комиссии, то есть все перенести на март месяц. Сегодня с заседания Совета депутатов его снять. Хочу также сказать, что мы опять же стремимся к тому, чтобы вот эти заключения, которые нам пришли, были рассмотрены на заседаниях комиссий. То есть я думаю, что мы к этому придем, чтобы уже не на Совете депутатов его снимать, а проработать на заседаниях комиссий, к чему мы с вами стремимся. Поэтому первое мое предложение вот это, и второе, у меня будет два объявления в конце собрания, то есть кто, скажем, воспользуется опытом Николая Ивановича и включит разные, да, разные или объявления. Есть другие предложения? Пожалуйста. Прошу включить также обращение к Винтию, да, молодого специалиста, которое я зачитывал на специальной комиссии. То есть мы в разных, да? Только давайте, чтобы разные у нас не просто как бы разные, да, все-таки разные, вы ищите. То есть я выступаю в вопросе в разном и Алексей Михайлович есть еще заявки на выступление в разном. Все, тогда, значит, с учетом двух этих поправок, есть какие-то другие вопросы замечательные? Ставлю голосование. Кто за данный проект, я прошу вас. Против? Мы сдержались? Спасибо. Итак, первый вопрос о внесении к мнению решения своих депутатов о бюджетной ракуре. Елена Константин, пожалуйста. Добрый день, уважаемые капитаты. Вашему вниманию предлагаются изменения. Все изменения мы рассмотрели на этот комиссий, наверное, изменения руководителя комиссии не будет. Я просто еще хотела сказать, что за это время, пока мы на комиссиях рассматривали, у нас еще одно небольшое изменение в бюджете. Пришло уведомление из Министерства соцполитики по расчету между бюджетами и на 63 900 рублей сумма доходов и расходов уменьшилась, так как произведен возврат остатков субсидий 2012 года по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда реформирования ЖКХ. И в связи с этим общий объем доходов был у вас в сумме 1 млрд 403,741,9 станет 1 млрд 403,678 тысяч. Общий объем расходов 1 млрд 544,028,8 станет 1 млрд 543,964,9. Размер дефицита не изменится. 140,286,9 тысяч рублей. Пожалуйста, коллеги, вопросы, выступления, замечания. Подоходы по расходной части есть? Пожалуйста. У нас дефицит бюджета предельный. Там 1 млн остался. 140 млн. Это 1 млн. Слабо. Игорь Иванович, мы в этом году планируем ввести два объекта крупных. Это бассейн, передвижный инкубатор. У нас на заложено финансирование. И сейчас при предельном дефиците бюджета мы не боимся. Ну так, глаза боятся руки делать, боимся, конечно. Для нас эта цифра тоже очень важна. Но поэтому в рамках этой статьи мы уже действительно не можем свою расходную часть за счет увеличения дефицита. Поэтому у нас сейчас выход один, и мы свои деньги за счет дополнительных доходов. Выход один. Дополнительный доход тогда вообще? Замечения налога? Ну, доходы, значит, доходов, мы, конечно, честно говоря, дополнительные эти вещи готовили марками, если нам нужно, гадать, сформировать бюджет развития. С учетом того, что у нас есть уже вот эти объекты, которые мы там предлагаем, они как бы переходные, и появились возникшие обязательства. Вот мы выходим вот с увеличением доходной части. На комиссии следующее мы обсуждали, но я думаю, что есть вещи. К примеру, мы сейчас тоже начали работать с налоговой. У нас сейчас оказывается, вот мне справочек подготовили, значит, не доимка на сегодняшний день по налогам, значит, по земельному налогу 9,3 миллиона, значит, по ЕНДВ 1,3 миллиона, по имуществу 2,2. Плюс у нас еще, это мы просто сейчас налоговой начали плотные совещания проводить, но другого пути нет. То есть надо сегодня работать с налогами. В первую очередь с теми, чтобы все люди платили. А при всем при том, что у нас на сегодняшний день 2752 земельных участков вообще отсутствуют, то есть не влагаются налогами, в силу того, что база несовершенна. Поэтому тоже, значит, считаем, что это очень существенный такой резерв для увеличения доходной части. Не скрываем, что, значит, будем работать, наверное, и муссировать тему, не знаю, в этом году или в этом году, но доход от земли под многоквартирными домами, граждане, если сегодня я владелец дома, я плачу за земельные участки. Да, сегодня если я владелец квартиры, то у нас сегодня за каждым многоквартирным домом уже участки закреплены. И закреплены не только де юро и де факт. Граждане сегодня уже многие знают, где их участок, многие говорят, что здесь там это не размещается, то не ставьте там и так далее. Но то, что положено по закону, вот это вот пока. Это вопрос такой дискуссионный, но мы его не скрываем, что мы тоже считаем, что если мы хотим, чтобы наш город содержался в нашей территории, то налоги должны платить все. Поэтому как один из вариантов увеличения доходной части в этом году или в следующем году, но мы намерены, и с налогами тоже уже это обсуждали, они разделяют нашу позицию. Поэтому далее мы считаем, что с увеличением бюджета мы выходим не с последнего. Мы к марту месяца будем выходить еще с большим увеличением. Не будем на себя, вынуждены, а другого министрации просто нету ряд. Мы будем на себя брать повышенные обязательства по продаже земли, по зарабатыванию дополнительных доходов. Потому что, в противном случае, у нас с вами не одна программа не с этой настройки, не программа по благоустройству и все остальные. Что касается предельного дефицита, то там, да, у нас выход один, дополнительные доходы. Это серьезная нагрузка на администрацию не понимает. Игорь Ильич, я хотел бы уточнить, то есть будет работать с уплат, с неплательщиками налогов, а не с увеличением нагрузки на тех, кто платит? Слушайте, да, мы знаем, мы позиции очень нажимаем, да, сегодня надо вначале заставить, чтобы все платили налоги. У нас сегодня очень много не платили. Не только после того, как мы, а только после этого можно рассматривать, что пока налоговая нагрузка на тех людей, те, кто платит налоги, она сегодня такая и великая, и мы знаем, что зачастую за счет кто-то не платит. Мы сегодня видим, и кто с нами работал, мы видим, сколько у нас леса миллионов кубов вывезли. А когда мы посмотрели, сколько мы от лесной отпуска получили, там кубах нет, там нет совсем ничего. Поэтому вот там нужно сегодня работать. Поэтому к нам приезжал знакомиться новая начальня налоговая инспекция, я ему эти все вопросы обозначил, после этого у нас только сейчас оживление такое пошло, Поэтому надеемся, знаем, что это очень как бы сложно, но надо полпути просто, можно зарабатывать деньги. У меня еще почему сомнения уходятся? Я не видел программы приватизации, которые вводят, новую, там, дополнительную. У нас на комиссии это не рассматривалось. Сейчас на совете мы рассматриваем сначала увеличение бюджета, а потом изменение программы приватизации, хотя... Не выполнена там часть объекта. То есть, логично, будет ли это наоборот, за счет чего мы увеличиваем, за счет продажи какого-то преимущества, которые дополнительно вносят в программу приватизации? То есть, если бы, конечно, вопрос о приватизации стоял бы перед изменением бюджета, может быть, и с нас будет вопрос. Я думаю, что мы вначале поработаем с теми недоимками и прочими, которые у нас есть. Анализ проведен, почему мы не выполнили программу приватизации. То есть, то ли цена, завышенная на эти объекты, которые мы пытаемся продать, да, они из года в год не продаются, а в итоге из года в год приходят в худшее состояние. То есть, ему можно вообще довести до того, чтобы... То есть, мы этим анализом займемся. Игорь Иванович, скажите, пожалуйста, у нас перечень объектов, капитальный украинский, значит, 13-й год. Мы брали 12-й год, теперь 13-й. Здесь все нормально, у меня один вопрос, что здесь не устраивает. Икраина Западная, Газка, вот у нас, был запланированный в 12-й годах, правильно? Мы разыграли сейчас техническое задание на проектирование, то есть, проект будет выполнен. И после проектирования уже будем разыгрывать техническое задание на строительство. То есть, строительство еще не приступили. Я почему задал вопрос, он в 12-м году был, а если... Я второго вопроса, вот посмотрите, значит, вот сарик, он в районе Гуковка, 19-й, золотой ключ. Я вам письмо писал, давал, значит, это самые родители, собрали все подписи. Я вот тут смотрю, есть один сарик, а про это как? Вы в дальнейшем рассматриваете или чего-то? Гурови марки вещают, смотрите, вот так понял. Да, как мы с депутатами, целый ряд депутатов поднимал вопросы температурного режима в школах и температурного режима в сариках и выходные соглашения. Но как мы обещали, то есть, мы сейчас делаем исследование, в сариках, подготовим, скажем так, вообще такой системный подход. Мы сейчас анализируем еженедельные, там, в трех или четырех точках, по-моему, у нас ведет журнал, мы смотрим, как вам обещали, что, какой температурный режим, школа, значит, и дальше из этого температурного режима будем уже выбирать, ставить квалификацию, в каком сарике. Первый, попадет ли тот сарик, о котором вы говорите, я не знаю, я думаю, что это будут специалисты решать, да, и школы. Соответственно, как мы говорили, и в лето, мы идем сейчас в среде таких сезонов делать чего-то, как бы, ну, понимаем, довольно-таки сложно. Но мы должны подойти к системе и программу, вместе с вами оценим, какие деньги на это нужны. Понятно, что денег нам нужны не один десяток миллионов рублей, но, во всяком случае, мы их должны, как и договорились, оценить, понять масштаб работы, и дальше система целенаправленно искать финансирование и работать. По газу сразу только хочу еще сказать, вот, Денис Анатольевич, в западном, мы только часть улиц там дадим, там, по-моему, порядка 12 или 7 домов только сделаем, да, а остальной газ, там той трубы, которая подходит со стороны вот на въезде, ее не хватает. Мы остальные газы дадим только после того, когда будет выполнена закольцовка с той стороны Баркова. Вот это сразу, чтобы потом... Не говори, что я обещал, ладно? Я не знаю. Я интересен, что там западного, вот, попадать в 7. Я буду с вами разговаривать, что здесь было заложено в 12-м году, а действие не написано, вот. Затянулись процедуры, но вот... Хорошо. Спасибо. Игорь Григорьевич, мы политически правильное решение было ваше, правильно было на первом этапе, мы поддержали управляющие компании, значит, коммуналку, но сейчас они уже обороты набрали, и некоторые, значит, наши управляющие компании имеют наше помещение на льготных условиях арендует. Поэтому нам надо внимательно посмотреть вашим службам всем, чтобы, значит, эти же деньги пойдут нам в бюджет, значит, и поэтому тут, здесь вот мы должны подойти принципиально и улавнять все эти на коммерческой основе, значит, чтобы... Согласен. Да, поэтому... Я абсолютно согласен, и вот с этого. Службам вашим подскажите, мы, значит, чтобы на этом по этому вопросу поработали. Уменьшение доходной части, да, и кому, почем, имущество дается сегодня там, по каким ставкам, мы тоже должны это посмотреть, потому что, вот, разделяя беспокойность заходной части, мы не говорим только, что там вот сейчас налоги, там и так далее, недоинки, но и вообще провести анализ работы депутатов тоже, в общем-то, ваше пожелание было, демнистра УМЕР, значит, и эффективность работы МОПов надо посмотреть, то есть, нас жизнь сегодня заставляет, чтобы нам надо увеличить заходную часть. Честно говоря, резервы есть, и здесь в этом вопросе, значит, большой объем работы, надо более, значит, внимательно отнести к этому вопросу. Коллеги, пожалуйста, еще. Ваня, пожалуйста. Игорь Иванович, а обязательства по принципальным контрактам за 12-й год, а у вас, как бы, если бы они как-то все у нас учтены, могут еще появиться какие-то случаи? Нет, я думаю, что вот с тем предложением, которое мы сейчас выходим на увеличение, я то же самое скажу, по благоустройству, да, значит, мы, в общем-то, возникшие обязательства, скажем так, закрываем. То есть, может, закрываем, да, все? Мы закрываем, но у нас еще будут изменения в марте. Нет, в марте будут, но это уже новые контракты, это уже новые работы. Да, это был контракт 13-го года. Да. Что касается 12, они все боятся еще. Да, у нас там были возникшие обязательства, почему? Потому что переходящие такие, то ли они сметы не предоставляли, то ли еще там объемы работы не вовремя выполнили, поэтому, а мы бюджет закрыли, и вот выходим сейчас с увеличением. Нет, это будут проявляться еще опять дополнительный контракт, у нас обязательства за 12-й год. Нет, нет. Если ему шляпу, я подозрю сюда, ему шляпу, с головой скажу, вот так, вот мы перед этим виноваты в том-то, по такой причине. Сейчас я говорю на этом, мы закрыли все, анализ, по-моему, мы провели, значит, точно все у нас нет. По 12-му году все, по 12-му году все, по 12-му году. 13-й как можно, если его очень нет. И в 13-й год обслуживали все контракты, которые переходящие расключили. Все переходящие контракты 12-го года учтены. Что касается 13-го года, они еще не будут. Нет, понятно, что 13-го года будут, понятно, что... Вражение поторменно. Нет, понятно, это нормальная практика, там, да, расстрочка платежа, там, и так далее, и все. То есть здесь самое главное контроль для планирования и контроль для учета. То есть планирование учета, вот... Просто при таком не вносите сейчас, как бы, нам дальше... Мало того, что вот если мы сейчас, мы выходим с этим предложением еще, почему, у нас же везде надо на ту же самую программу благоустройства, которая в области, да, вот... Надо показать обязательности финансирования. Поэтому те объемы, которые мы переводим в этот году переходящие, они нам дают возможность участвовать в эти средства, зачитать от нашего вложения в программу софинансирования. Потому что это тоже важная и одна из наших, как бы, ну, продуманных каких-то решений. Ну, Сергей Алексеевич, что это правильно, да, что главное решение, то есть наша часть софинансирования, она тоже должна быть, ну, заложена и прогнозирована, да, или в 13-м, что-то получилось, что в 13-м и в 14-м, а потом... То есть как снежные комнаты растут. Я понял, вот так, если будут тройки у нас сейчас пока долги, я тебе говорю. Ну, и долги там все, да. Хорошо, коллеги, пожалуйста, еще вопросы есть? По ветхому жилью у вас, сколько мы знаем? Сколько мы знаем? По ветхому жилью? По ветхому жилью? По ветхому жилью. Ну, как бы, положению, оно было для нас очень проблемным, но для нас, имеется в виду, для муниципалитетов. Там условия по расселению были довольно, как бы, сложны, что, как правило, малоэтажный дом должен был застраиваться в текущем году и до конца года средства были, скажем так, должны быть освоены. Вот, и мы здесь гонки определенные, что называется, устраивали, но, слава Богу, что, как бы, все же наше законодательство и страна совершенствуется, поэтому 26 декабря был принят поправку к закону 185, который позволил сегодня, значит, объект иметь переходящий. У нас вот этот трехэтажный дом, который мы сегодня, значит, делаем отделочные работы, он у нас, как объект, будет переходящий. И мы сейчас, вот, ведем работу по газоснабжению, чем по многим объектам у нас, как бы, подставание идет из-за того, что вовремя не можем газ подключить, теплоды, поэтому идет задержка объекта. Вот поэтому он будет переходящий, это в рамках правового поля. Ну, а программа уже, значит, 10 квартет, которые в Шиморском, мы их заселим, наверное, на этой или на следующей неделе, да, газ там сейчас пускают по базовым, которые 10 квартетов, там, да? Сегодня должны перепускать. Да. Вот. А вот этот объект, он у нас, как бы, будет переходящий несколько позже. Март, там или апрель. Ну, сейчас посмотрим, как строители работают. То, что на будущий год, на будущий год тоже мы сейчас претендуем, чтобы нам, значит, с учетом того, что я уже говорил, наверное, что у нас 13 тысяч метров жилья сегодня требуют расселения. Мы к программе очень отстали. Программа еще работает 3 года. Для того, чтобы нам расселить пиво, нужно минимум, значит, по 4 тысячи метров жилья в год расселять. Нам традиционно мы еле-еле осваивали 1200 в 12-м году в прошедшем. Поэтому сейчас мы дали заявку на 2800. Надеемся, что в этом году наши строители и мы проведем конкурсные процедуры, и у нас есть основания, что мы это жилье, скажем так, найдем настройки. Пожалуйста. Вопрос по разделу образования на реконструкцию пищеблоков. Почему? Ставлю вопрос. Вы отвечали на бюджетную комиссию, но на другой комиссии ушел впадать то, что на пищеблок 14-й гимназии в старом корпусе. Где, правда, у нас? Стоп-стоп. Реконструкция. 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 Шеврока гимназии в 14-м. Вы объясняли, что это в новом здании. Шелухов сказал, что это в старом здании. Так что, вот, это ваш замкак. Новые здания у нас там вроде бы, все столовые. На комиссии, по-моему, звучало о том, что в старом здании мы там, да, мы действительно там закупили оборудование, сделали пищеблок, но пищеблок он для разогрева, не для приготовки. Он готовится, то есть будет все на том оборудовании, которое мы приобрели в новое здание гимназии, а разогрев, значит, будет пищевозиться сюда, и мы закупили там вот это вот оборудование. Один там жарочный шкаф, там еще какие-то подогревы. И на это деньги как раз выделяли. Старые гимназии. Да, старые гимназии. Новая гимназия вся укомплектована давно оборудована. У нас разговор шел, вы на бюджетной комиссии сказали, что нужно заделывать. Делать реконструкцию? Чтобы отделить. Потому что да, нам нужно делать перегородки, ставить батареи, вот это вот. Нет, 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 но это же другая. Там стоят увеличение миллион, там, площадь 400, что ли, мы увеличим. Из них-то действительно, и в рамках этих денег нам нужно, значит, мы увеличили статью на образование. За этой статьей на образование, там, за этим миллионом 400 или сколько, стояли работы. приобретение оборудования для вот этого пищеблока в старом здании гимназии. Значит, перегородки вот эти вот, которые, значит, в новом здании для выполнения СЭС. И самая большая проблема, этот витраж, который там 427 тысяч, по-моему, значит, наверху, который течет. И где у нас тут? Вот три, по-моему, направления, которые, скажем так, мы увеличили, на что мы увеличение бюджета делаем. Вот на этой. Вот у нас сейчас на реконструкцию стоит изменение 2 выше миллиона 180 тысяч. Вот эти куда вот тут? Ну, они у них на реконструкцию, там неправильно. Я не знаю, у нас стоит реконструкция пищеблока гимназии на 14. Вот смотрите. Старый, новый, вот потому что в разных протоколах у нас получается. На бюджетной комиссии один ответ, на другой комиссии другой ответ. Смотрите, 2 миллиона 180 – это денежные средства, которые были перечислены управлению, вернее, бюджетному учреждению гимназии номер 14. В конце года по закону эти деньги вернулись к нам в бюджет, на наш счет в местный бюджет. А сейчас мы восстанавливаем эту сумму. Закон так предполагает, что эту сумму нужно снова восстановить бюджетному учреждению гимназии номер 14. Вот мы эти денежные средства и передаем туда. Это по старому зданию. По старому. 2 миллиона 180 – это по старому? 2 миллиона 180 – это по старому. А вы говорили, что действительно комиссия обсуждалась о том, что это идет по новому зданию, который в этом году. Да. И это мы восстанавливаем. Задетные замечания. Соответственность, да. То есть по новому зданию ничего там? По новому зданию нет. А вы говорили, что там все? Да, совершенно. Да. Я не знаю. 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 Столкнусь. Вы знаете, как-то, конечно… Бюджет, рабочий такой документ. Вот у нас, наверное, хорошо, что мы бюджет делаем не такой открытый и все до строчек. Вот по логике, да, вот мы берем, у нас есть у вами стадии такие, образование, там, благоустройство. И мы выходим и говорим, вот на увеличение этой статьи, значит, вот предлагаем то-то, то-то. Вы задаете вопрос, на что там, да, мы говорим, через запятую, возможно это, возможно это там и так далее и так далее. И потом, когда мы это принимаем, мы уже делаем бюджет, в принципе, по идее. Сейчас мы, вот, бюджет этот процесс сделали открытым. Мы сразу к вам выходим и говорим, что нам так, на что. Сразу вот это все попадает уже, как бы, администрация свою. Открытость, хорошо это или плохо, но, не знаю, к открытости нужно стремиться. И здесь у нас получается, как-то вот, накладка такая, просто до деталей финансисты, не знаю. Надо просто поподробнее все же выяснять такие вещи. Я просто вас тогда не стал перебивать. На самом деле, это восстановление средств, которые в прошлом году перечислены были нам, бюджет. А теперь мы их восстанавливаем. Надо было перебить, обрабатывать. На тех двух комиссиях я объяснила это все, согласитесь, там вопрос. Мы стараемся инфицированно говорить, но, во всяком случае, к логике прислушиваемость. Поэтому... Кстати, вопрос. Насколько собираемость налоговых средств изменит дефицит бюджета? То есть, если мы придем к тому, что идеально все будут платить налоги, вот так, насколько это изменит? Вот, Игорь Дивович сказал, что, как бы, мы сейчас начнем с очень удобным этим вопросом заниматься. Вот, и насколько это изменит? 10%? 10%? 10% от налоговых и неналоговых доходов. Это, соответственно, дефицит. То есть, насколько уменьшится у нас, соответственно, оказывается до предельного уровня? Вот, сейчас у нас налоговые и неналоговые увеличиваются на 34 миллиона рублей. Соответственно, дефицит бюджета уменьшится на 3,4 миллиона рублей. То есть, это сильное какое... Это сегодня. Ну, очень здорово не поправить бюджет. Это сейчас пока, вот на сегодняшний день. Ну, дальше-то мы будем работать. Мы же говорим о том, что у нас доходная часть бюджета будет увеличиваться не только на те цифры, которые мы вам озвучили в феврале, но мы будем работать над увеличением налогооблагаемой базы. Вот, насколько мы соберем, я пока ведь еще не могу сказать. Вот я вам сегодняшние расчеты предоставляю. Вот сегодняшние расчеты, вот они такие. На 3,4 миллиона. Игорь Иванович сказал, значит, что, к сожалению, где-то ближе к маю мы столкнемся с тем, что у нас еще увеличится бюджет, вернее, дефицит бюджета. У нас увеличится доходная часть, неправильно такого Игорь Иванович не говорил. Он сказал, что увеличится. А как он увеличится? Есть закон. Мы будем иметь возможность увеличить дефицит бюджета, вот сейчас, если мы примем эти изменения, на 3,4 миллиона. Поскольку на 34 миллиона увеличивается налоговый налоговый доход. Пожалуйста, коллеги, еще вопрос. У меня вопрос вот по юнешке. По юбилейному тут написано. По-моему, Ивана Владимировича там все сделала отличное. Тут опять что-то написано. Вы как раз не дали расплачиваются переходящие контракты переходные. Кстати, если мы говорим за коллеги... Да, уже с высокойся. ...восторожно, но ломаем быстрее. Вот здесь Сергей Васильевич задавал вопросы. Я считаю, что вообще муниципалитету, чтобы не просто выживать, а просто нормально и без катаклизмов работать, надо вообще переходить на долгосрочные планирования, потому что сегодня только один. Нас к этому призывает и правительство и прочее. Долгосрочные планирования. Трехлетние, пятилетние, но мы, к сожалению, пока не имеем такой возможности в силу некомпетентности определенной, в силу космоски и так далее. Но вообще нужно переходить на долгосрочные планирования. В долгосрочном планировании указывать не только, скажем так, расходы все свои, но и доходы. И ставить задачу муниципалитету, муниципальным площадям и администрации. Не только на месяц или в рамках нового года, но и на горы. Потому что прежде чем получить курицу, которая там несет золотые есть, ее вырастить вначале нужно. А вырастить это, землю отдать, сделать, чтобы на ней создать условия, чтобы в нее люди деньги вложили. Налог отдачи не ставить, то мы так и будем жить вот в этом. Это предельный дефицит. И второе. Я бы просил ситуацию с предельным дефицитом не драматизировать. У нас есть еще там, потому что все понимают и государство понимает, что бюджет это, скорее, не кошелек с деньгами, что это социальный инструмент, который не должен остановить развитие общества в любом случае. Поэтому у нас есть еще, мы не говорим там, установлен предельный уровень заимствования, который тоже мы сейчас об этом не говорим. Это не очень хорошее, лучше бы жить, скажем так, без долгов и процент не платить. Но мы тоже очень осторожно к этому намерены относиться. Но как вариант, мы тоже это в рамках закона, у муниципалитета, у администрации есть такая возможность. Поэтому мы жизнь остановить как бы не должны. И то, что сегодня вокруг предельного дефицита, да, мы в прошлом году работали на уровне, при норме 10, 9 и 7 работали. Мы не вышли за 9, нормально. Хорошо, коллеги, да, есть еще вопросы не сказаны какие-то? Если нет, тогда переходим. Бассейн не забыл. Значит, вариант бассейна. У нас, в наших с вами расходах заложено, значит, мы должны в сентябре, по-моему, 20 миллионов области выплатить ссуды беспроцентные, которые давали не мы еще, не наш с вами САЗИП, а еще и предыдущие САЗИП дефицитов и администрации. Вот поэтому мы считаем, мы в прошлом году нам удалось ее перевести еще на год, но в этом году мы рассматриваем опять, это, конечно, предмет серьезной работы, здесь нужна весомая аргументация, но как вариант, чтобы нам и, как есть, простить эту муниципалитету ссуду, как это частно будет, но направить ее в том члены финансирования того важного объекта, который есть. Это как просто. То есть ответы на вопросы, мы, как для себя, мы знаем свои вот эти места, хорошо, что депутаты знают, но мы тоже так селенаправлены на этом плане. Последние два вопроса. Сейчас очень активно обсуждаются и в том числе и на вексумском ресурсе, так называемом векс.ру. Самый читаемый сейчас, на мой взгляд, ресурс, я на нем тоже участвую, и там рассматриваются дома молодых специалистов. Сегодня выложено очень, скажем так, на мой взгляд, очень критическое видео относительно застройки домов молодых специалистов. Все, что там... Сергей Евгеньевич, мне кажется, вы хлебом Алексею Михайловичу заявили. Да. Это разум-разум. Да, разум-разум. Заявление вот это было. Это разум. Не терпеть. Да. Хорошо. Извините, подже ставлю. Вопрос на голосование. Коллеги, так, выношу вопрос на голосование. Кто за данное решение по изменению решения, прошу голосовать, кто за. Кто против? Один. Раздержались. Спасибо. Решение принято. Спасибо, Ильин Константин. Следующий вопрос. Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации. Виктор Николаевич. Уважаемые депутаты, в соответствии с законом о приватизации государственного муниципального имущества и также пунктом 10-го положения об управлении муниципальным имуществом, мы обязаны ежегодно отчитываться в феврале месяце перед вами о выполнении программы. Программа приватизации была принята Советом 8 ноября 2011 года, в течение времени в нее вносились неоднократные изменения. Всего на конец года, грубо говоря, было 19 позиций, подпадающих в программу приватизации. Значит, реализовано из этих 5 позиций было продано, 5 позиций не продано, выставлялись на авционе, но не проданы, естественно. Как здесь Игорь Львович уже говорил, что или цена не подходит, или еще покупатель не нашелся. И 9 объектов мы не смогли выставить вообще по техническим причинам, не смогли оформить. На комиссии депутатов нам взяли замечания, мы, наверное, с ними согласны, что не надо вставлять программу приватизации в те объекты, которые далеки от технического оформления. Но, к сожалению, доходная часть требует от нас этого, и мы вынуждены были делать кони, справились с оформлением. Всего планировалось получить 19 миллионов от программы приватизации в 2012 году, было получено 18 с чем-то. То есть программа на 98% по доходной части была выполнена. Если нужно подробно, перед вами таблица есть, я могу подробно рассказать о каждом объекте, как он продавался. Нужно это говорить? Она перед вами есть, эта таблица. Что продавалось, как снижалось, по какой цене. Николай Николаевич, спасибо. Мы, наконец, рассматривали, дали замечание, то есть сделали замечание к у них, что все-таки неэффективно работали в 2012 году, потому что многие, они пошли объяснения своим действиям и неслабым, слабой работе. Ну, такое замечание есть имени. И пожелали, наверное, будущую программу, чтобы она была реализована. Ну, согласились подтвердить отчет. То есть, рекомендация комиссии отчетов? Да. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, извините, я не рассматриваю на комиссию, у нас есть вопрос. Вот, аукцион продажа в гараже улицы Самоформы выставлялся написано три раза, да? Угу. И ни одного не продан. Да. А вот, как там, процесс снижения цены после первого раза, а процесс на понижение, вот, другие аукционы есть, да? Это, там, голландские аукционы на понижение с пониженной ценой дают. Почему не пересматривается цена после первого раза, когда... Отвечу. Закон о приватизации государственного муниципального имущества предусматривает несколько видов приватизации. В частности, обыкновенные торги. Второй способ, если они не состоялись, можно перейти путем публичного предложения. Вот, посмотрите на котельную, на свинокомплексе, это пункт третий. И там, смотрите, было 10 миллионов, потом публичные предложения режутся на 50, не меньше 50% от стартовой цены. Видите, с 10 миллионов мы нашли до 38. Значит, что касается гаражей. Да, и третий способ есть. Без продажи, без объявления цены. То есть, выставляем на торги цена ноль. Кто за тысячу рублей даст, кто за тысячу рублей возьмет. Кто первый дает. Вот. Да, мы умышленно не перешли по гаражам на второй способ. Потому что я уже на комиссии докладывал. Семьдесят пять, семьдесят восемь. Ну, они от различности гаражей чуть поуже, чуть пошире. Восемьдесят два, две тысячи гараж. Ну, уважаемые депутаты, переходить на сорок тысяч, наполовину, что я вам говорил. Мы посчитали это просто рановато еще. Не так они уж разрушаются. Поэтому вот следующий у меня вопрос о включении в программу приватизации дополнительного. То, что мы не продали здесь, переносим на тринадцатый год. Постараемся в этом году продать. Еще раз подчеркиваю. Мы вот совещались и Игорь Львовичу докладывали. У нас руки не поднялись, снизится наполовину. Можно было и до нуля дойти. А как определяется цена продажи? Цена? Чего? Продажа. А, цена. В соответствии с законом мы нанимаем отцельщик независимый. Цену устанавливать независимый отцельщик не может. То есть мы будем до упора продавать, пока... Ну, до упора, не знаю. Игорь Львович нам только сейчас сказал. Если имущество разрушается, вот, допустим, я на комиссии докладываю, вот здесь есть жилополучный детский сад деревни Новая вдоль дороги стоит. Вот, конечно, все видите, что разрушается весь, разваливается. Мы, вот, по крайней мере, специалисты и будем руководство убеждать, что если у нас не получится, опять мы должны всю процедуру пройти вот со торгов публичного предложения и вплоть до без цены. продать его бесплатно за один рубль. Потому что мы понимаем, что он разрушается до крайности, и в нем потребность... Вообще потребительская стоимость очень маленькая. Никому не нужно, по-другому говоря. Поэтому мы будем даже... И я думаю, если я доживу и физически, и до следующего отчета, я вам скажу, что мы будем продавать нам до нуля. Если вдруг кто-то не найдется желающий и купит у нас его, перехватит... Но с учетом того, что вы сказали, все будут ждать... Ну, пожалуйста, ждите. Нет, это я отвечаю на вашу... Почему? Но гаражи, они находятся в удовлетворительном состоянии. И снижаться до 40 тысяч или там до нуля... Вопрос в том, что есть рыночная цена, кому не нужен гараж. Можно я? Дмитрий Александрович, я с ненейным комиссией абсолютно согласен. Потому что предмет работы здесь есть. Цифры сами за себя говорят. 19 объектов, значит, приватизации, да? 9 из них не проданы, а план, скажем так, по доходам выдан. То есть, от простого к сложному идем. Что продается, то, скажем так, и продаем. А то, что не продается, значит... Вот, поэтому вопрос есть, значит... Здесь мы внутри работу обязательно проведем. То есть, надо признать, что мы не всегда не очень хорошие продавцы. То есть, или это надо отдавать на ауксоргинг кому-то и процент со сделки, чтобы заключать договор на продажу, если сами не можем. Но чтобы не было до нуля, люди найдут, кого это в руки отдать. Уведя, под бизнес, чуть причешут. Но мы должны иметь процент с продажи в этом случае. То есть, мы им отдаем фиксированный процент 10. Есть разница. Продают за миллион, значит, они 100 тыс. имеют. Продают за 2 миллиона 200 тыс. имеют. То есть, схема обслуживания, она тоже, скажем так, сегодня по сложным объектам, которые мы строим, она возможна, и ей надо пользоваться. Я здесь абсолютно согласен. Вопрос по жутко-перации революционной, если они на ближайшем состоянии, жаль там не востребованы. Мы, по-собъявляем, горожить в городе вообще не востребованы. Горожить, кстати, в городе вообще почти в реке не востребованы. Это... Это... Распорт не востребован. Распорт почему? Потому что ты на востребованы. Вот вопрос в том, что где, конечно, жил-кооперации, там больших домов нету, там частный сектор какая-то. Это тема дискуссионная, но если она началась... Сейчас там дом построится новый. Да. Я тоже считаю, что будущего у гаражей нет. Вопрос в жил-кооперации, потому что другому бизнес сегодня будет покупать ряды этих гаражей, а потом это... Или объекторы вмещать какие-то, или просто сегодня еще надо... Да, да, да. Так, вопрос в Викторе. Как преподносить эти гаражей? Я на комиссии задал вопрос, что в районе Жуковской, там стоит этот фундамент заложенный, как статуя зарос. Я вхожу, избиратели говорят, что там колодец, мусором голове, в ряду, колодец такой. Какая судьба его будет? Я же говорил Вам на комиссии, что фундамент находится в частных руках. Это частный собственный фундамент. Ну, тогда там было при шпаках не вышел, как раз? Да. Это еще старые времена, уже 10 лет, наверное, больше. Да. Мы где-то полгода назад, зная, что эта проблема есть, значит, и жители к нам обращались, пошли навстречу. Поэтому представители, у кого этот фундамент, мы ему дополнительно, значит, выделили там земельный участок. Он нам показывал форест-скизное решение. Давайте мы вопрос возьмем. Наша задача вывести его, чтобы он так настроен. Потому что нет сегодня никаких этих объектов. Хотя, вот. По этому объекту мы сделали все, чтобы создать им условия, для того, чтобы он там настроен. Были переговоры там у них с пятерочками, с этими, то есть, по этому такой магазин. Я отвечу Вам, хорошо? Ты что? Ты же помни тоже. Нет. Я на комиссии сказал, что мы добавили... В этом году задача, я думаю, что не буду сейчас обещать, но в этом году задача нам, собственника, вывести на стройку. Он там ее сам строить не будет, пытается продать. Мы это знаем. Но пускай продает, лишь бы, скажем так, люди деньги вложили и там построили нормальный магазин. Пожалуйста. Продолжение следует... Вопрос в связи с скуплением и вы говорите. Вот, Арик Николаевич, Вы, как руководитель комитета, Вы какую бы оценку поставили за выполнение программ по Вашему мнению? Ну, если с доходной части мы выполнили на 98% по деньгам, да нет, удовлетворить на это я поставил. Если мы продавали, мы сделали все, чтобы продать. У нас, к сожалению, нет средств на рекламу. Наверное, естественно... Ну, наверное, не все, да, раз 9 объектов мы смогли подготовить документы. Еще трижды выставляем. Ну, патент подает. Пять выбороли за 9. А вот 9, да, я к чему не переживаю? Вот Кобяков задавал вопрос на первом вопросе, да? Вон там в доходной части бюджета, которые, как говорите, требуют бюджет, да? Там 6 миллионов как раз эти же объекты, да? По той цене, которая как бы определена. Значит, вот в этой дополнении программы приватизации. Вот третий вопрос только пойдет, да? То есть, мы как бы понимаем, очень сомнительно вот эта часть дохода бюджета. Вы говорите... Уважаемые депутаты, если говорить серьезно, вы мне тоже здесь не правы. Вот смотрите, вот здесь вот есть первая часть, если уж лезть в кухню, в первой части мы продали частюлю на рынке. Вот. Вот ее не брали. За 4 миллиона не состоялись торги. Через некоторое время мы снова объявили. И получился бой, догнали до 8 миллионов. А по 4 миллиона не состоялись торги. То есть, тут, видите, как можно, за 4 миллиона не брали, на 8 миллионов ударились претенденты и сами подняли до 8 миллионов. Мы до сих пор все любили. Ну я знаю. А способ продажи был один и тот же, как месяц назад и как потом. Виктор Николаевич, тогда уже после двух раз не продается, после трех, мы опять закладываем на эту же сумму. Значит, она не стоит того, если ее покупать. Виктор Николаевич, мы учтем Ваше замечание. Вот сумму выводят оценщики и угадать. Коллеги, пожалуйста, еще есть вопросы, выступления. Виктор Николаевич, ну понятно, да, что вопрос серьезный и спрос с Вас тоже серьезный, учитывая, что Вам отводится определенное место в Вашей службе, Вашему отделу управления в увеличении доходной части с этим связанным выполнением многих программ. Вы это должны понимать, я думаю, Вы понимаете. Ну и также то, что Вы понимаете, что есть над чем работать. Глава администрации тоже в некое определение оценку дал. Поэтому мы все это слышали и видели. Пожалуйста, если выступлений, вопросов нет, тогда я... Пожелание одно из... Пожелание одно из... Пожелание одно из... Пожелание. У нас тоже, конечно, если как бы данный проект им смотреть, давайте как бы определимся. Те программы, которые должны как бы затрагивать бюджет, я имею в виду, по доходной части, по расходной бюджете, их надо рассматривать в преддверии, как бы, да? На всех комиссиях. На всех комиссиях в преддверии бюджета. Перебюджетные. Мы уже приняли сейчас и автоматом должны принять вот эту программу. Поэтому как бы... Да, и изменили автоматом. А здесь вот... У меня тоже вопросы возникают, что если одна и та же сумма три раза выставлялась... А вы здесь не загромождать вопросами в комиссиях, это лучше... У нас в комиссиях нет. Давайте расширим спекты комиссии, где вопросы... Раз вы... Вызывали вопросы... Расходную доходную часть бюджета, который затрагивает... Хорошо, давайте... Вопросы измерения... Я согласен. Это пожелание также к аппарату. То есть мы тогда зафиксируем, да? То есть те вопросы, которые касаются доходной части бюджета, они становятся предметом, по крайней мере, на всех комиссиях. То есть, соответственно, теми вопросами, которые вообще на всех комиссиях. То есть это зафиксируем здесь. Ну и следующее пожелание, то, что Александр Валерьевич предложил, да? Рассматривать это впереди вопросов изменения бюджета. Также давайте задаваем заявку и будем реализовывать уже, так скажем, на пролету. Пожалуйста, коллеги, если нет, тогда я выношу вопрос на голосование. Кто за данное решение? Решение следующее. Укрепить отчет о выполнении программы револютизации. Прошу голосовать, кто за... Считай. Просьба. Вы сдержались. Еще раз вопрос. Кто за... Вы сдержались. Против кто-то есть? Хорошо, Руковащ, но, в общем, с учетом голосования, то есть, есть сигнал по улучшению работы. Так, следующий у вас вопрос, пожалуйста, о несении мнения программы. Уважаемые депутаты, ну, суть этого изменения, вы здесь половина обговорили, и все, что мы не продали, переносим это, плюс добавили мы сюда. Это к нам вот в этот уже период поступило заявление от нашего арендатора, который в соответствии с законом о преимущественном праве приватизации малым бизнесом претендует на улицу Запрудное, где он у нас арендует, и мы его тоже в силу закона должны ставить в программу приватизации. И, естественно, мы просим увеличить, уже, Пилатова вам уже докладывала, это с 12 до 18 минут дохода. Николай Николаевич, поподробнее скажите, что это Запрудное? Это Запрудное? Ну, это бывший Миша Попов арендовал, это за... Там, где... Варнадский пруд. Второй, вторая. Вот пошли, первый Задорский, вторая чай. И вот она вся, все какие на нем домишки, эти вот есть там, вот они здесь все перечислены. Начинается с того, что... Они имеют право, в связи с тем, что они до 2008 года арендатором у нас являются, имеют право на преимущество покупки. Они уже еще в городской администрации заявлялись, но был спор по цене, не исключая, что у нас будет спор по цене, не сойдемся. Вот нам достался этот спор, если это так. Сейчас вторая попытка выкупить имущество. А какую сумму за трещину, кстати? Сейчас, по-моему, на 4 миллиона. Но мы свое в то время, горожане еще оценили, а не свое. Начался судебный спор, потом... А сейчас на 4, да? От того, что нет торгов, они заберут на сколько считают. Виктор Николаевич, вы не все по разные адреса. Да, я так понимаю, 14, только один, там... Ну, адрес 1 в 14, а дроби отведут в строение. А вот когда делается преимущество право, а нет такого, что, допустим, цену устанавливают администрацию? Оценщик на миллион, да, все верно. Но он пытался обжаловать, это право его, кстати, не согласиться к нашему... Но если не берет, значит, пускай берет подвергое. Нет такого, да? Он все детство ведет в рамках закона преимущества правила. И в судебном порядке пытался с нами поспорить. Право такое, в принципе, есть теоретически. На мое дело предприниматели тоже, как бы, люди боятся. Ну, да, что нет, администрация отдает свои имущества, да? Она отдает, допустим, за 4 миллиона. Человек не берет. А есть другое, которое берет за эту сумму. Зачем администрация отдает? Я в это должно пришить, чтобы он более 5 лет ее арендовал. Я не имею в виду, что право, поэтому администрации нет права. Получается, он сейчас на 4 возьмет, на следующий год принесет за 2. На следующий год за 2. А потом заберет на 4. Я даду ему наукцию, ладно. Нет, совершенно нет. Администрация не вправит. Пока мы с ним не разделаемся, пока мы с ним не разделим. Я еще не возьму за 4 минуты. Сейчас он только купит его за 4, а через 2 недели продаст за 8. Если мы не найдем с ним языка по цене, то он так и будет продолжать ее арендовать. Если он откажется от аренды, то мы тогда придем к вам, или она уже встанет в программу притязации. Поэтому сейчас вы к нам уже не надо. И мы выбросим его на торги. Это все просто. Весь от ком. А там сколько там плавиторий какая? Там почти гектар. Гектар, это аж календарь. Там, я уже говорил на комиссии, там ценность в земельном участке и кисловодский. Если кто знает, что такое. Конечно, там один кисловодский. Недоделанный кисловодский. Вот он стоит и крыша, и ток ноги, и вот это арматура. А больше там в строении как таковые, это все старушки. Я предлагаю в рабочем порядке данный вопрос решить. Да, если к предмету, предмет там, программы приватизации, то есть к объектам и так далее, больше вопросов каких-то нет, либо к самому решению есть к вопросу еще какие-то? За них уже в бюджет пользовался. Ну да, сейчас мы в сумме. Есть пожелание, именно выполнить. Потому что из-за вас... Помогайте. Нет, кстати, не покупайте. Вы тоже смотрите, чем наша помощь. Кто-то за... По участку. Я прям конкретно, кто у нас рекламой заведует, то есть к нам очень продает. А давайте здесь завесим, что баннерами, и как будет, как на хоккейном матче. Да, тогда надо было сказать, не помогайте депутатам, а помогайте предпринимателям. За какой процент? Хорошо, налейте все. И еще, если мы будем, я прошу извинения, если мы в марте будем, то, что сегодня предмещало, выходить в увеличение в бюджет, то мы будем выходить без изменения программы приватизации. Потому что без дополнительных доходов у нас, как бы, налоги-налогами, мы... Невозможно. Прогумаю, что это. Поэтому опасения. Это программа. И последнее. То есть вот эту программу приватизации, мы еще будем приходить. А зачем тогда сейчас вносить изменения? Нет, ну мы под те расходы, которые мы сейчас... Под эти 34 миллиона, которые мы сейчас увеличили доходы. Еще вопрос. Мы всегда голосуем изменения в программу, кто-то, кто-то, а без цен. А, откуда взяли 6 миллионов? Вообще вот 6, 18 цифр какие-то в конце я видел. Здесь наши цифры, которые на самом деле. Наша вот такая вот схема есть. И вот смотрите, вот сумма оценки, прогноз продаж. Откуда он взялся? Часть оценок уже есть или старых. Часть мы просто предполагаем, по какой цене. А мы тогда здесь еще столбимся в какой. А то мы утверждаем, что 20 миллионов. И видят, что это не хотите. Тогда может, там цена всего. Ну, 500 тысяч, а вы 18. Получается, Виктор Николаевич, вы на приватизацию должны передавать теме, которые не прошли оценки. А вы идите оценку, выставляете на приватизацию? Я бы сначала на приватизацию, а потом оценка. У акта оценки 6-месячной срок годности. Ну, за 6 месяцев продаж. Мы вносим изменения хоть каждый месяц. Правильно я говорю? Может быть, и так и надо. Или хотя бы по линдеру не готовы, а не оценены. Включите программу, они у вас не готовы. Даже там кадастры планы. А проникеры потом за год не успели кадастр сделать. А мы его голосуем. Самое главное, что мы считаем это в бюджете. Вы думаете о расходной части тоже? Юрий Иванович, вам чего угружает? Нет, все правильно. Только с другой стороны, если проведется оценка, затратятся деньги, а мы советуем какой-либо объект. Ну, оценка уже будет в любом случае на этом объекте? В дальнейшем возможности продажа. А мы будем такие социальные целые пусть. Абсолютно правильно. Ну, это кто правильно? Это редко бывает, чтобы не соглашались. Главное, чтобы все это все понимали. С каждым... Хорошо, коллеги, уношу вопрос, надо голосовать. Коллеги, уношу вопрос, надо голосовать. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Против? Вы сдержались? Спасибо. Следующий вопрос об утверждении положения состава и порядка готовности к нейрального плана. Михаил Михайлович, ваш выход. Значит, решение об утверждении положения состава и порядка готовности к нейрального плана. Генерального плана городского блокнотного города Виксель и Медгородский область. Михаил Михайлович, я прошу прощения. Уважаемые коллеги, присутствующие вопросы, заслушались на комиссиях, отработанную было. По-моему, за основу прошел по всем комиссиям, вопрос стал только у поправки. Поэтому я предлагаю поставить вопрос по основу голосовать и отдельно по поправке. Нет, нет. У нас предложение у бюджетной комиссии было с публичной. Итак, коллеги, тогда мы голосуем сначала за то, чтобы данное положение принять за основу, потом голосуем по поправке. Кто за то, чтобы данное положение принять за основу? Прошу, не сказать, что да. Против. Вы сдержались. За основу принято. Так, теперь голосуем по поправке. Итак, суть поправки с публичными слушаниями, либо без публичных слушаний. Сами? Не прощу. Раздел 3, пункт 19, внесение в генеральный план изменений, предусматривающие изменения границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без публичных слушаний. Без проведения. Без проведения публичных слушаний. Поправка заключалась в комиссии по бюджету с публичными слушаниями, что противоречит 131 закону и градостроительному кодексу. Поэтому я бы на данном случае сядю. Или вот чтобы прокурор нам быстро не забыл поправить. Пуспой. Если вы с учением прокурора, в случае принятия данной поправки, акт будет признать в рецептечную законодательство. Так, коллеги, пожалуйста. Предлагаю снять этот вопрос. То есть поправка? Нет других мнений. Коллеги, кто за то, чтобы принять данное положение в окончательной реализации без поправки, прошу голосовать. Кто за? Против? Вы сдержались? Одногласно. Спасибо. Следующий вопрос об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное управление. Работа Шимовская. Татьяна Васильевна, пожалуйста. Председатель территориального общественного совета. Мы не опоздаем. Спасибо. Уважаемые депутаты. 20 декабря инициативная группа граждан Шимовского, в количестве 13 человек, выступила с инициативой об учреждении территориального общественного самоуправления на территории поселка Шимовская. И провела работу по подготовке и проведению выборов делегатов на конференцию. На проведении конференции 17 февраля конференция жителей состоялась. Учреждено территориальное общественное самоуправление на территории поселка Шимовская. Избран совет территориального общественного самоуправления. И в соответствии с законодательством председатель совета обращается к вам с предложением установить границы территориального общественного самоуправления на границах местного обучения Шимовская, включая кооператив «Окский» и «Садоводческие товарищества», «Приокский», «Пришкольный», «Окские зори» и «Сосновый бор». С чем связано вот это перечисление кооперативы «Садоводческие товарищества»? Оно связано с тем, что границы поселка Шимовская не прошли неживание. И по генплану все эти территории априори входят в поселок Шимовская, но документально сейчас как бы это все не оформлено. Прошу поддержать предложение жителей. Этот вопрос продолжается с прошлого заседания, когда мы вносили изменения в положение о территориальном общественном самоуправлении. Инициативная группа выполнила все условия по нашему положению. И по нашему положению после обращения инициативной группы и представления документов мы должны в 30 дней в сроке установить границы. Инициативная группа будет осуществляться в территориальном общественном самоуправлении. На комиссии рассматривалось мнение комиссии поддержать этот вопрос в данном виде. Другие мнения, коллеги, в выступлении вопрос. Вопрос нет, и нашу вопрос на голосование. Кто за данное решение, прошу голосовать. Против, вы сдержались. Спасибо, единогласие. Спасибо. Следующий вопрос. Об отмене постановления Девятого Собрая, городской думы, просьбой всех. Уважаемые депутаты, ваше рассмотрение проекта решения об отмене постановления Девятого Собрая и городской думы, городской улице. Проект готовен в связи с принятием решения Совета депутатов о муниципальной поддержке и нефтонной деятельности на территории города Хлопова. И предлагает отменить постановление Девятого Собрая и городской думы, которыми регулируется положение о муниципальной поддержке и нефтонной деятельности. Есть вопросы, коллеги? По отношению вопроса на голосование. Кто за данное решение, прошу голосовать. Против, вы сдержались. Спасибо, решение принято. Итак, у нас следующее, это разное. Два заявленных выступающих. Первое, у меня два объемения. Первое. 26 февраля, то есть сегодня, в здании НИСИС, в области поселка Шеновского, состоятся общественные случаи по вопросу строительства лечебного корпуса духовно-технического техника. Если кому-то есть интересное, можете присесть. Следующее. 27 февраля, то есть завтра, в администрации в 3 часа. По администрации город Выкса, комната 305 состоятся публичные службы по вопросу изменения максимального процента, застройки изменения участка принадлежащего Денисова и ОВС, 50% до 8,9 и 3. Расположен по адресу город Выкса, подмираем центральный участок номер 15. И следующее объявление, коллеги, у нас 11-го повторить? Значит, 27-го, то есть завтра, в 15.00, в администрации, комната 305, публичные службы по вопросу изменения максимального процента, застройки земельного участка принадлежащего Денисова и ОВС, 50% до 8,9 и 3. Мне кажется, мы принимали решение о формировании там сквера именем Корнилова. Ну, нас не поддержали, значит, суд обязал нас, прокуратура обязали этот объявление, поэтому завтра приглашаем депутатов участка. То есть и строительство управления? На центральной объявлении, строительство управления, прямо в самом начале. Поэтому завтра мы все объявляем на... А переговоры о замене участка не уменьшались никаким успехом? Нет, пока нет, на строительство. Мы направляем сображение, а вы... いнициатором публично слушаем толстки. Мы обязываем подписать... Администрации, институты, вопрос, овесенному... У нас чудовида, который... ...надецы чепет 78... ...GSP-kadotЭtte... кроме строительства изменяется транспортная доступность изменяется рушится аллея которая начинается единственная пешеходная вещь и проезд остается один через арку под жилые дома если строительство магазина до 85 процентов то это фуры каждый день жилой у нас полу хорошо коллеги еще очень важное объявление 11 апреля у нас будет организован день законодательного собрания парламентский день в рамках этого дня будут проводиться секции по обсуждению наиболее актуальных вопросов для городского округа и юридических консультаций поэтому вам предложение направить в аппарат совета депутатов первые вопросы для секции до конца этой недели и вопрос для юридических консультаций до 25 марта своими словами то есть нам сюда приедут депутаты законодательного собрания джегородской области в связи с этим мы сейчас формируем предмет обсуждения для депутатов законодательного собрания у нас уже на скидку есть три вопроса которые мы уже будем выносить это то о чем Вячеслав Владимирович Бурмистров часто говорит и та законодательная инициатива которую делали по изменению межбюджетных отношений то есть этот вопрос будет обсуждаться мы предлагаем по крайней мере к обсуждению вопроса Романа Александровича по обсуждению закона о митингах и как там правильно может да и шествиях то есть определение мест то есть там где места устанавливает субъект федерации есть вопрос по налогообложению индивидуальных предпринимателей работающих в сельском хозяйстве поэтому пользуясь возможностью те вопросы которые у вас местного значения которые полномочные мы полномочные законодательные собрания если они не полномочные значит с вопросом законодательной инициативы в Государственную Думу подумайте пожалуйста и до конца недели эти вопросы Владимировне оформить то есть есть возможность обговорить с нашими коллегами из законодательного собрания ну вот проблемы и каким-то образом попытаться их решить нет совершенно верно да я просто к тому что мы с вами как бы лучше всего знаем любые вопросы да просто мы должны понимать да что кто их регулирует там законодательные собрания федеральные и наши коллеги будут тоже понимать либо они выносят этот вопрос на проработку либо выступают в законодательной инициативе то есть вот как бы то что я проговаривал и обещал Вячеслав Владимирович в рамках когда мы бюджет обсуждать вот это вот будет реализовано поэтому прошу активное участие чтобы мы совместно с вами решали наши вопросы ну и вообще любые юридические консультации которые возникают на ней в том числе и с этой целью приезжают пожалуйста принимайте участие так Алексей Михайлович у меня все пожалуйста сейчас Алексей Михайлович нет я вопрос потому что у меня предложение вот сегодня нам объявляют что сегодня 16-18.00 слушание проходит да? и у меня просьба такая вот на всем депутатам как-то заинтересовались чтобы пораньше можно маленьче чтобы мы планировали вот это то может то не может можно без вопроса я давно попросил как бы у нас есть 8 пожалуйста я спрошу хорошо если это нужно значит мы Юрий Николаевич пожалуйста запишите администрация страны планеты там когда у нас появляется информация а мы не хотим мы хотим вот это моя просьба не знаю шлянь мне лично когда администрация приходит хотя все проходит где-то находится чтобы знать хотя планировать во это два вопроса я бы рекомендовал все же рассмотреть вопрос в отношениях на территории в территории должны цель на уровень как такие цель офицерка будет да налогов депутат на поставили за 2019 год с вами 120 миллионов рублей мы его выполнили 196 нам на тринадцатый год ставили 196 понимаете то есть так нельзя значит мы продали у нас продавать завтра нечего то есть суть такой что на три года должны если мы точку роста добились пускай нам ее на три года закрепляют без этого работать администрациям невозможно нет никакого стимула вообще еще посмотреть когда покупаем людей нанимаем там для того чтобы добиться какого-то результата а потом у нас опять раз это все и в общем 10,8 тысячи на человека понимаете что работает что не работает значит никакого интереса и а так эти деньги можно даже как-то там выйти с предложением на бюджет развития формирования вот те программы которые область нас как бы стимулирует вот эти доделись освещения подоходного налога на три года закрепите его не так 25,8 все 403 25,8 туда опять 396 25,5 для постоянного то есть правила игры добейтесь чтобы они были хотя бы на три года или на срок полномочий потому что тогда можно говорить о долгосрочном планировании тогда можно о чем-то скажем так говорить о какой-то бюджете развития у нас как раз этот вопрос он является приоритетным в этой встрече поэтому те какие последующие что он просто как бы расширяет у него вопрос отведенный налогов на предпринимательский рынок значит а он здесь правил вообще как бы рассмотреть если бы информацию дали бы по закону по соглашению по закону по закону там вопросы транспортного налога закрепление части прибыли от предприятия на территории потому что смысл беды сегодня за директором завода он там прибыль зарабатывает или у нас это объявление оно касается конечно же и работников администрации поэтому я говорю вам тоже задайте вопросы своим работам то есть по направлению пусть формулируют то есть все вопросы которые необходимы мы их также будем выставлять то есть если вопрос между бюджетными отношениями то есть мы его просто разобьем у него как в одно направлении было а здесь пошире его да 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 можно подготовить можно предварительно встречу какую-то собрать а мы это хотим сделать без этого нельзя предварительно может быть либо на 1 марта либо на 4 марта мы вот подобную встречу наверное организуем да чтобы подготовиться вот они обозначены в зависимости от того какая будет повестка дня я так подогреваю да какие вопросы мы заявим предварительно уже тоже нужно подготовиться правильно вот они обозначены то есть кто сможет на них ответить какую информацию поэтому в зависимости от того какие будут вопросы наверное такое будет и состояние и представители правительства выбирали совершенно верно да так 27.02.15.00 все это уже кто не запомнил может еще не а чуть-чуть а 16 это вообще хорошо на вашу вот такая просьба поступила с учетом мы переместили на будущее на будущее я понял удобно для граждан так коллеги все по объявлению а все пожалуйста ваше слово обратился молодой специалист который должен был получить жилье по программе молодым специалистам просил довести свое обращение до депутатов прошу вас разобраться создавшиеся ситуации связанные с нарушениями по выполнению программы получение жилья молодым специалистам на 2012 год согласно программе в ноябре 2012 года я должен был въехать в дом по улице Луговских 12 однако в связи с задержкой при строительстве дома и прокладкой коммуникации дом не был сдан в эксплуатацию и в настоящее время мне приходится проживать в съемной квартире в феврале 2013 года приехав по адресу улица Луговских 12 я увидел что дом находится в аварийном состоянии практически все стены трещины как несущие так и внутренние вероятно треслом и фундамент аналогичной ситуации складывается и в других домах молодых специалистов по улице Луговских считаю что данная программа по предоставлению домов молодым специалистам выполняется с нарушением сроков сдачи в эксплуатацию и нарушением строительных норм и правил прошу вас довести мое обращение для всех депутатов целью проведения технической экспертизы живых данных и вентив Дмитрий Алексеевич на комиссии вы на комиссии этот вопрос не обсудили я после того как сообщил мне кто-то обещал денисовая работа это была выдвана комиссия представитель дом подрядчика то есть межгородской компании который межгородских граждан как строит проект значит приехали обследовали и этот дом там есть пречина действительно есть то есть сегодня проектная организация это готовить технические решения так скажем по этой стране были сделаны цепочки то есть поэтому я думаю что завтра в 13.00 на встрече с молодыми специалистами со всеми собираем всех подрядчиков кто там работает мы будем создать послушаемые специалисты сроки задержка действительно там сегодня есть главная задержка по причине того что я сдам газ и тепло соответственно своевременно не подано как я говорил на комиссии вам тоже говорю что все дома в рамках требований сниг и норм должны быть выполнены вот поэтому дома там предварительно что предварительно что там где-то линза какая несмотря на то что площадка была яхта есть утрамбована все как положено грунт заведен но они уверяют что там где-то типа линза в наших грунтах мы тоже говорим что они обязаны были и дополнительные взыскания только после этого муниципной группы делать фундаменты там положили типовые фундаменты которые были мы сейчас это спросим поэтому мы всю претензионную работу и контроль за даваемым объектами интересы наших молодых специалистов на комиссии мы говорим что к этому опросу мы вернемся в апрель месяце правильно да пока проработать а мы уже начали работать я рассказал как вам информацию эту дали мы уже комиссию собрали вызвали фактически на трон всех специалистов и все было выкинуть мы знаем то есть там идет системная работа хорошо коллеги значит мы отмечаем информацию до сведения депутатом Алексей Михайлович довел то есть ситуация как бы понятна ситуацию глава администрации занимается то есть Алексей Михайлович у вас что непосредственно занимается у вас еще подразделение ну сейчас непосредственно у вас если какие то вопросы возникают то депутата да пожалуйста коллеги повестку дня исчерпана вопросы закрыты все спасибо за работу спасибо спасибо спасибо